Приветствую вас. Я не буду гласить тех слов, которые вы просите сказать, потому что вам их уже сказали. И эксперт последний, который ответил на момент записи этого ответа, моего ответа, также я объяснил вам, что люди, которые вас обсуждают, которые не понимают, которые заставляют быть, собственно говоря, такой же, как они, это люди, по сути дела, люди те, кто боятся. Они боятся того, что у вас действительно получится не только найти свою мечту, реализовать свою мечту, они боятся, что у вас, знаете, это получится. Они боятся, что вы не только будете вот в этом направлении двигаться, но они боятся еще и того, что вы будете этим своим делом, любимым делом, зарабатывать деньги. И тогда все, кто вам говорил, что у вас не получится, не выйдет, будут неправы. А если, если ситуация будет такова, что они окажутся неправы, то значит они, те, кто говорит вам, что у вас не получится, живут неверно, а это в свою очередь значит, что им нужно свои взгляды менять. А менять свои взгляды, это всегда невыносимо тяжело для людей, ну, любых людей, для каждого человека. Потому что, ну, представьте себе, там, человек осуществил свою сознательную жизнь, например, живет определенным образом, да, а тут вдруг выясняет, что он, вообще-то говоря, не прав. И вам нужно понять, что для человека изменить свой взгляд, признать, что он не прав, а вам, я так понимаю, нужна вот вера в вас, и вы не можете понять, почему все заставляют вас быть не той, кем вы хотите. Так вот, понимаете, в чем дело? Человек не может, не может он принять другую точку зрения, потому что это означает для него окончание того мира, в котором он живет. То есть, если я признаю, что я был неправ, по отношению к другому человеку, значит, я живу неверно, а раз я живу неверно, значит, я хуже, чем другой человек. И если я хуже, чем другой человек, значит, мне нужно, получается, что сделать? Мне нужно с этим смириться. А смириться с этим невозможно. Это невыносимо. Ну, и не либо менять себя, тогда, если признать, вот, тот факт, что ты не прав по отношению к другому, нужно либо менять себя, либо признать, что ты хуже. И проблема в том, что и то, и другое человек сделать не может. Для него, для вот тех людей, о которых вы говорите, это невозможно. И поэтому они всеми силами стараются вас подчинить своей вот этой вот точке зрения. Потому что для них вы угроза. Для них вы угроза по всем фронтам. Если вы добьетесь своей цели, вы угрозы им, потому что вы своей цели не добились. Потому что они своей цели не добились. Если вы не такая, как все, значит, вы тоже угроза, потому что они-то такие, как все. Они-то придерживаются какой-то вот единой политики. Они придерживаются какой-то единой стратегии. Ну и, пожалуй, основное, что вам нужно понять, как мне думают, что это то, что, вообще так говоря, то, что происходит, это нормально. Это нормально то, что происходит, потому что люди и не должны разделять с точки зрения, например, вашу, например, там, кого-то еще. Кайный же человек, он придерживается своего мнения, и это, я думаю, здорово. По-своему здорово. Но вы допускаете в своем суждении такую, я бы сказал, небольшую ошибку. Вы как бы противопоставляете себя им. Я поясню свою мысль. Вы говорите, вот они, они, значит, меня не принимают, да, они говорят, что у меня ничего не получится, я ничего не смогу. Они говорят, это понятно. Но они говорят, и что? А как бы, почему вы оглядываетесь на то, что они говорят? Если вы оглядываетесь на то, что вы сомневаетесь в себе. Если вы сомневаетесь в себе, значит, здесь что-то, в чем вы действительно сомневаетесь. И дело здесь не в том, что говорят вам люди. Люди, в данном случае, только лишь вскрывают те проблемы, те, как это сказать, те слабые места ваши, которые у вас есть. И вам, на самом деле, нужно, вот я вам скажу, может быть, такую дикую вещь, на ваш взгляд, но тем не менее. Вам нужно людей благодарить за то, что они вам эти вещи говорят. Потому что, благодаря им, этим людям, вы понимаете, что же у вас не так. Что, в чем вы сомневаетесь? А какие у вас слабые стороны? И в этом конвекте вам нужно двигаться. Нужно двигаться в том конвекте, чтобы исправлять эти моменты. Чтобы развиваться. Чтобы становиться лучше. Вы подумайте, почему вы сомневаетесь в том, что вы делаете. Вы реально начинаете думать о том, что у вас не получится. А вот что на это, по факту, указывает то, что у вас действительно ничего не получится. Что указывать на это? Вы сами же конспектируете свои успехи. Вы конспектируете, я прямо сейчас вам, как бы, процитирую. Вы без специального образования, благодаря году, ну, самостоятельного обучения и курсам, 4 месяца устраиваетесь в ателье. Но это же показатель вашей успешности. И, соответственно, нет никаких национальных объяснений тому, что у вас не получится. Напротив, вы идете к своей цели и идете достаточно упорно, целеустремленно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. Но, тем не менее, вы начинаете думать о том, что у вас не получится. Вот попробуйте сами себе объяснить, на чем вы основываетесь. Вот это вот свою точку зрения. Реально начинаете думать. Просто попробуйте себе аргументировать. Вот люди говорят, у вас не получится. Вот вы цитируете других людей. У вас не получится, там, все дела. Ага. Они говорят что? Они говорят то, что сейчас принято. Так модно, так эффектно, да, в офисе работают, все дела. Но у вас есть свое четкое понимание того, кем вам быть нужно. И, соответственно, это является истинным для вас. Как для них истинным, для всех людей, которые вам говорят, что вы не правы, является что-то их. И ошибка в том, что они навязывают это вам. Почему навязывают? Мы об этом уже сказали. Ваша ошибка в том, что вы поддаетесь. Почему вы поддаетесь? Вот это момент очень деликатный. Почему вы реально начинаете так же думать, что у вас ничего не получится. То есть у вас ничего не получится. Стараться не нужно, да, работу, где вы сейчас работаете, можно и нужно, да, бросить, наверное, как вы думаете. И, собственно, идти туда, куда вас так активно стараются устроить, чтобы что? Наверное, чтобы удовлетворить тех, кто вам такое говорит. Полагаю, нету других причин для этого, чтобы удовлетворить тех, кто от вас требует того, чтобы вы, собственно, работали там, где кто-то считает верным. Хорошо. Вот почему у вас появилась мысль сама об этом? Наверное, потому, что вы что-то не получаете. На самом деле, в вашем письме есть ответ на вопрос, чего вы не получаете и, собственно, что вами движет, когда вы хотите, ну, когда вы сомневаетесь в себе. Во-первых, нужно сказать так, что сомнение в себе – это нормально. Сомневаться в себе нормально для человека. Как бы, сомневаясь в себе, человек напоминает, как бы, самому себе о том, кто он, куда стремится, ради чего он сделает то, что делает и так далее. То есть, мы с вами, надеюсь, поняли, что сомневаться в себе – это нормально. Но у сомнения есть причина. У сомнения, точнее, есть причина. И в вашем случае, по моему мнению, сомнения заключаются в том, сомнения, которые у вас есть, заключаются в том, что вы теряете людей, с которыми бы вы могли, ну, общаться, как я понял, с которыми бы вы могли, там, взаимодействовать и прочее. И вот именно это заставляет вас сомневаться, потому что вы теряете людей вокруг вас. И здесь я хотел сказать вам то, что, как мне парадоксально, хотел отключить только, наверное, в самом начале еще хотел я это сказать. Это момент, который связан с вашим положением, с вашей позицией. Значит, что заключается в том, что вы сейчас находитесь на определенной промежуточной точке от одного, я бы сказал, социального статуса, к другому социального статуса. Смотрите, у вас была одна социальная роль, в которой вы принимали непосредственное участие. Эта роль была тогда, когда вы учились на менеджере и когда вы там, ну, как я понял, немножко поработали. И все люди, которые были с вами только потому, что вы делали то, что, по их мнению, является правильным, верным, а главное, то, что заставляло их считать, что вы такая же, как они, все эти люди, от вас ушли. Они ушли, потому что чувство к вам, их восприятие в вас было не таким, каким они пытались его представить. Так, опять же, вам, а тот друг, подруга одна, которая осталась и которая вас до сих пор поддерживает, она единственный настоящий друг для вас. И это тоже нормально. Настоящих друзей много не бывает. Настоящих друзей это буквально один-два человека. Но вы-то хотите, чтобы люди с вас не общались, вы-то хотите кругу общения. Значит, вам нужно устраивать новые контакты с людьми, но уже в той сфере, в которой вы работаете. Не обращать внимание на других людей, которые вас не принимают. Не пытаться вернуть тех, кто ушел. Это их выбор. Они ушли, потому что им стало с вами невыносимо. И чтобы их вернуть, вам нужно, по сути, стать той, кем они хотят вас видеть. Будете вы это делать или нет, ваше право. Но тем не менее, вам нужно сейчас, если вы хотите продолжать двигаться в своем направлении, выстраивать новые контакты, новое общение с новыми людьми, на новых основаниях. Как человек, который не следует тому, что ему говорят, а как человек, который идет к тому, что он для себя считает нужным. Вы личность, в данном случае, в устном смысле этого слова. И, как любая личность, к сожалению, вы сталкиваетесь с тотальным непониманием других людей. Это нормально. К большому сожалению, личностный рост и следование личностным идеалам и целям невозможно без потери социальных партнеров. Наибольшее количество социальных партнеров бывает тогда, когда человек действует так, как от него ждут. Действует так, как хотят другие люди. Вы действуете не так, как они хотят, и поэтому вы теряете социальных партнеров. Но на своем пути вы будете укричать такие личности, которые уважают личностный выбор. И эти люди оценят вас по достоинству и будут, если не дружить с вами, то хотя бы общаться, как с равной им. Потому что так и есть. В заключение, мне бы хотелось сказать, что ваши родители, они желают вам добра. И желая вам добра, они понимают это по-своему. Их не нужно винить за то, что они считают, что вы делаете что-то неправильно. Люди пожилые своего времени, у них своя точка зрения на то, как должно быть в жизни человека. Но вы, двигаясь к своей цели и показывая им, что вы действительно счастливы от того, что делаете, рано или поздно провоцирует их реакцию. Либо они понимают, наконец, что вы занимаетесь тем, к чему у вас летит душа. Либо признают, что хотят чего-то для себя. И в первом случае это неизбежно. Если они вас любят, они неизбежно примут вашу точку зрения. Это просто вопрос времени. Да, они будут кричать, 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 потому что они боятся, что вы вкладываете свои силы, они боятся, что вы тратите время, усилия, энергию, а в итоге они боятся, что вы разочаруетесь. Но если вы однажды представитесь им, как успешный человек, добившийся своей цели, имеющий перспективы и получивший признание, то они за вас будут только рады. Если же нет, и если они все равно будут говорить, что вы действуете неверно, то они предстоит свои эгоистические цели, эгоистичные цели, и на них обращать внимание совершенно не следует. Пойдем, и на этом можно закончить. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, обращайтесь в свою личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.